Зеленая волна снова окатила Нижнекамск и Центру занятости 25. Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости. Здравствуйте! Сегодня в нашем городе состоялась масштабная акция Нижнекамск-город-патриот, Нижнекамск-город-патриотов. В строю маршировали рота почетного караула и оркестр Казанского высшего военного командного училища. Барабанщики Татарстанского кадетского корпуса, взводы Нижнекамских учебных заведений. Расстояние в 3 километра они преодолели за 40 минут. Возложили цветы к вечному огню. В эти минуты Нижнекамцы могут послушать песни ансамбля «Ракетный хвост стратегического назначения. Красная звезда». Подробнее в вечернем выпуске. Массовая высадка деревьев прошла сегодня в Нижнекамске возле Дома быта. Акция прокатилась сегодня по всей республике. Участок для посадки саженцев заранее определили специалисты, ведь в жилых районах города засажено практически все. С лопатой и лейки взялись мировые и федеральные судьи, специалисты Центра Веста, а также волонтеры. Всего около 40 человек. Дома управления помогли саженцами, техникой и инструментами. С работой представители правосудия справились буквально за полчаса. 30-летней Екатерине Бусовой требуется помощь. Во время диспансеризации у девушки обнаружили рак головного мозга. Казанские врачи пытались удалить аденому гипофиза, но избавиться от доброкачественной опухоли получилось только наполовину. Излечить Екатерину от недуга вызвались врачи из московской клиники имени Бурденко. Девушка уже получила квоту на бесплатное лечение, но деньги нужны на проживание, ведь ей предложили жить в пансионате при клинике. Лечение продлится две недели, так что сумма нужна немало. И если кто желает помочь Екатерине Бусовой, то можете обращаться по телефону 8-917-285-2902. Душевная служба. Так называют свою работу сотрудники Центра занятости населения. Сегодня они отметили 25-летний юбилей. Слова благодарности лились рекой, сотрудников отметили почетными грамотами. Особенно выделили ветеранов Центра. Не обошлось и без праздничного концерта. 18.30. Смотрите итоговый выпуск новостей. И вот одна из тем нашего выпуска. Сырная история. Растительные жиры признаны непригодны для детского питания. Детей Нижнекамска кормили фальсификатом. Было изъято более тысячи самоклеющих этикеток. Как сырный продукт попал в детские сады? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова